Субтитры делал DimaTorzok Ну а что делать в отпуске? Конечно, отдыхать, загорать, купаться, отправляться куда-нибудь в гости, ну или просто, к примеру, смотреть программу «Универсальный формат» и выигрывать какие-нибудь удивительные призы. Сегодня у нас розыгрыш билетов в театр «Самарская площадь». Это, я думаю, тоже для тех, кто увлекается театральной жизнью Самары хороший способ пригласить кого-нибудь любимого, близкого, вместе с собой прогуляться вечерком на спектакль. А также разыгрываем пригласительные билеты на выступление «Квест Пистолс Шоу», которое совсем скоро тоже будет у нас в городе, так что готовьтесь. Телефон прямого эфира 202-11-22. Будут заданы вопросы, надеюсь, получить правильные ответы. Ну, а что же хочется рассказать вам о сегодняшней теме нашей программы? Самарские таланты, юные таланты. Называйте, как хотите, от этого нисколько не умаляются их достоинства. Подростковый клуб «Бригантина», творческая жизнь «Бригантина». Сегодня об этом говорим, и я с большим удовольствием представляю вам наших первых гостей. Это педагоги дополнительного образования, и давайте знакомиться с ними. Руководитель коллектива спортивно-эстрадного танца «Грация» Ольга Герман. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель квартета «Гармония» Ирина Половинкина. Здравствуйте. Ну что, я так понимаю, что-то вас все-таки объединяет? Танцы, музыка? Творческая жизнь. Творческая жизнь. Рассказывайте, где находитесь, как так случилось? Мы являемся структурным подразделением Центра детского творчества «Меридиан», подростковый клуб «Бригантина». Живем и развиваемся в поселке Прибрежный. Далековато от нас. Далековато. Ну все, хорошо, что приехали. Наш клуб является старейшим клубом Самары. Нам 45 лет. Буквально исполнилось в декабре 2014 года. Шумно мы отметили этот праздник. В нашем клубе на сегодняшний день занимается 762 воспитанника. Достаточно много. Очень много, да. С учетом того, что в школе всего 500-600 деток. То есть мы объединяем детей из двух школ. В нашем клубе 25 объединений. Самых разных, наверное? Самых разных. Мы работаем в пяти... Кружок по фото, да, все такое вот есть. Да, да, да. У нас пять направлений. Техническое направление, куда входят авиамоделисты, суда, радио, робота, фото. Для мальчиков. Для мальчиков. Ну и девочки, между прочим, и летают, и фотографируют с удовольствием. Физкультурно-спортивные направления – это бокс, тяжелая атлетика, эколого-биологическая. Это у нас, наверное, только фитодизайн. Даже такое есть? Да. Ух ты. Социально-педагогическая. И наше художественно-эстетическое направление, куда включается очень много объединений. Это художники. У нас, кстати, есть аэро... так, как правильно? Тоже творческий. Аэрограф. Да, все правильно, аэрограф. Это направление, умирающее направление, поэтому к нам обращаются, приезжают на мастер-класс других клубов с удовольствием. Трудно вывести все эти машины, аппараты, компрессоры, поэтому приезжают к нам. Это все детки этим занимаются? Дети занимаются с 12 лет, это здорово, не представляете. Юный художник, то есть там рисуют малыши наши, бисероплетение, соленое тесто, рукодельница, роспись по дереву. То есть зашел и потерялся, и как в старых анекдотах. Многие детки у нас живут. Живут? Ну, можно так сказать, после школы приходят и ходят из одного объединения. И не выгонишь домой, да? Не выгонишь. Вот в данном случае у нас детский лагерь на базе клуба. И детки приходят к половине девятого, в полтретьего должны уходить, выгнать их невозможно. Они очень любят, им нравится у нас жить, потому что мы занимаемся абсолютно всем. Мы занимаем каждую секундочку времени наших детей. То есть в день проходит, вот с 6 часов дети с нами до трех мероприятий в день проходят. То есть они поют, танцуют, рисуют, все что угодно. Островок детства такой творческий. Островок детства, да. Ирина, как давно вы работаете с детишками вообще в этом клубе? Почти с детишками очень давно. Но в данном объединении в клубе работаю почти 5 лет уже, будет в сентябре. И дети это все, наверное. И они меня учат, и я их учу. Честно говоря, кажется, как будто всю жизнь работаю. Даже не 5 лет, а как будто очень-очень давно. Вот. Ну что можно еще сказать? Да, дети, они бегают по разным объединениям. И есть такие, которые от одного кружка в другой забегают. Пытаются найти себя как-то, да? Да, бывают, уходят, потом возвращаются. Понимают, что все-таки петь, наверное, больше любят, чем другим или попутно. В общем, детей у нас очень много. Все, наверное, как во втором доме. Да, и нам по большей части завидуют. Мы танцуем и поем, и у нас больше всего детей, конечно же. Понятно. Но вот такой вот вопрос. Получается, что вы достаточно давно этим занимаетесь, работаете. Возвращаются ли к вам ваши выпускники, может быть, спросить, как у вас дела, заходят? Просто спросить, дела, конечно, возвращаются. Так, чтобы прийти, помочь в работе, к сожалению, ах, поселок Прибрежный, далеко от города, поэтому... Устраиваете ли какие-то, я не знаю, выездные мероприятия, куда приглашаете всех? Вот вы отметили масштабное, я так понимаю, 45-летие. Было ли что-то по этому случаю, приготовлено, может быть, какой-то концерт? Огромный был концерт, да, были мастер-классы. Передать, наверное, словами это невозможно, потому что, так как мы творческие личности, все наши педагоги были одеты в какие-то маскарадные костюмы. Тема у нас морская, бригантина, поэтому у нас были пираты, моряки. Бригантина поднимает паруса, да? Да, бригантина поднимает паруса. С морской тематикой. Было очень весело, дружно. Могу вам сказать, люди, которые приезжали к нам в гости с Самары, и когда они видели, какое количество гостей нас посещает, что они просто даже не вмещаются в зал. А у вас большой зал? Да и зал небольшой в нашем кинотеатре, не в нашем, не в клубе. Мы проводим на базе ДК «Пламя». Там у нас, наверное, 150 мест. Зал был забит. И вот приехавшие из города люди, они просто были в шоке, говорили, а куда мы будем людей сажать? Да какая разница, они нас настолько любят, они и стоя на нас посмотрят. В общем, да, мы стараемся себя показывать, ну, куда бы нас не пригласили, да и вообще только какая-то реклама где-то, какой-то конкурс. Мы стараемся везде заявиться. Да, но это, конечно же, нужно и мне, как педагогу, для того, чтобы развиваться, в первую очередь детям. Я знаю, что у вас, у нас даже есть фотографии, очень много сегодня будем для вас, дорогие зрители, показывать фотографий. Вот, к примеру, к 9 мая вы готовили тоже достаточно большой, внушительный концерт, и на улице выступали, и для ветеранов. Давайте посмотрим, как это было. А вы уж рассказываете, что за концерт, вот, к примеру, на улице. Это где вы? Это мы находимся около ДК Пламя. Проводился большой праздник под названием «Вальс Победы». Организовывался он совместно со школами. Мы были центральными организаторами. Это мы окунулись в парк 40-х, 60-х годов. Это на сцене клуба. Да, это уже на сцене клуба. Я понимаю, ваши воспитанники. Это самый маленький, да, первый год занимается. Это сколько лет? Шесть лет. И вот около ДК Пламя были станции, такие, как раньше. Тематические какие-то. Да, было очень интересно. Была библиотека, были городки, классики. Потешный народ просто был в восторге даже от того, что мы были в костюмах того времени. А затем была концертная площадка, где могли не просто выступить отдельные коллективы, но и танцевали все желающие. А это уже позже мы были у себя в клубе. Да, планировалось на улице, была отвратительная погода. Погода испортилась, мы быстренько перенесли все в клуб. Да, 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 да. Танцующие. Ну, я думаю, что нисколько погода. Нисколько. Единственное, все, кто к нам приходил. Вот паркет гармонии. Да, вот непосредственно. Вы их еще увидите, да. Я знаю, что вы тоже на улице праздники проводите и для детей, и всяческие какие-то. Первый июня, вот прям буквально. Давайте посмотрим, что уж мне кажется. Рассказывать, если о празднике, то обязательно как-то подкреплять фотографиями. Вот, рассказывайте. Это первое июня. Очень яркие, красивые фотографии. Да, да, да. Первое июня, ежегодный наш праздник, который проводится в парке Овчарова. Яркие наши ведущие, яркие танцующие. Очень красиво, да. Да. Ну, а кто может к вам прийти заниматься? Я так понимаю, что любой проживающий, да, у вас там неподалеку? Да, любой человечек. Мы вот об этом немножко в этом году озвучили на нашем фестивале, о том, что в школы искусства приходят детки, их отбирают. К нам приходят все. Все желающие. И с ними мы уже работаем. И вот из них мы уже ищем этих талантиков. Потому что, если ребенок, например, приходит на какой-то там отбор и вдруг не получается у него пройти, может что-то сломаться, он потом вообще не захочет. Да, мы поддерживаем всех абсолютно. Вот так. Это танцевальная волна, да. У нас есть два фестиваля, которые мы организуем и проводим. Это созвездия талантов, где участвуют в первую очередь вокалисты, и затем только прикладники. И танцевальная волна говорит само за себя, то есть конкурс танцев. Нам мало, поэтому кататься мы еще и для себя устраиваем внутри поселка. Но это опять с тем, чтобы нас увидели, живущие в поселке, чем мы живем, как мы развиваемся. Ну, а трудно вообще, я не знаю, как это организовать. Народ, может быть, чем-то привлечь, замотивировать. Детки, понятно, поддерживают ли вас родители как-то? Может быть, какая-то, я не знаю, помощь от родителей поступает? В конце концов, не все хотят, чтобы дети их занимались творчеством. Может быть, это мешает учебе. Вот как с родителями тут? Мы пытаемся убедить родителей, что, наоборот, наше занятие помогает учебе. Да? Ребенок проявляет себя в творчестве. Конечно. И потом смелее отвечает на уроки даже, допустим. Не всем дано учиться на пятерке. Некоторые находят отдушину в пении, танцах, аэрографии, футболе и так далее. А потом, как здорово выступать на городских мероприятиях. Конечно. Вот вы недавно выступали на Дне прессы. Масштабный праздник, 22-й фестиваль. Очень нам очень понравилось. Всем понравилось. У вас была, я так понимаю, площадка, давайте посмотрим при УФСКН. Рассказывайте, что вы там делали, чем занимались. Это квартет «Гармония», исполняют песни о войне. Ну, военной теме. Фестиваль, да, был посвящен юбилею Победы. Да, да, да. Сегодня мы тоже услышим одну, мне кажется, из песен этой тематики с замечательным исполнением. И так как наша площадка пропагандировала спортивный образ жизни, девчонки танцуют, спортивные танцы, аэробика, в частности. Нет такого, что у кого-то звездная болезнь. Зазнаются. Не успевают они, подумайте, звездная болезнь. Я вообще думаю, что наши дети не успевают, да, так часто мы их таскаем по всем мероприятиям. У них только скапливается опыт. Я вот коллектив, который вы сегодня увидите, я им уже говорила и повторюсь. Это дети постепенно становятся настоящими артистами, они перестают бояться сцены. И даже вдруг какая-то неполадка во время выступления. Не стандартная ситуация. Они не теряются, они продолжают улыбаться. То есть это наша заслуга, мы сами себе говорим «браво». То есть не зря мы их таскаем, мучаем. Ну я хотела бы, наверное, попросить вас, вот в камеру, которая напротив находится, может быть, обратиться к вашим воспитанникам, к родителям, ко всем тем, кто вам помогает, как-то содействует, я не знаю, со словом «благодарность» или, может быть, с каким-то обращением. Может быть, хотите пригласить всех на новый сезон в ваш подростковый клуб. Ольга, давайте с вас начнем. Да, ну, наверное, все-таки хочется большое, огромнейшее спасибо сказать родителям, которые нас поддерживают. Хочется сказать огромное спасибо моему директору, нашему директору Исааковой Наталье Юрьевне. Она поддерживает любое наше начинание, любой каприз пытается исполнить. Поэтому, наверное, мы так быстро и ярко развиваемся. И хочется пригласить на следующий год деток к нам. Мало нам деток. Мало нам деток, да. Мы очень любим, когда шумно, когда бегают по коридорам дети, и звонкие звучат голоса. Отлично. Это важно. Это для педагога очень хорошая фраза, я считаю. Ирина, что добавите? Я добавлю, просто добавлю то, чтобы дети не боялись проявлять себя в разных видах творчества. Пробовать, да? Пробовали, да. Даже если не получается, пусть они пробуют еще. И набираются смелости, набираются творчества, опыта. Ну и также спасибо родителям детей, которые занимаются. Потому что без родителей, без их поддержки, они бы, наверное, не смогли бы заниматься. Потому что все материально, все, к сожалению, материально. Поэтому огромное спасибо родителям в первую очередь. Мы бы в школе, конечно, понимали, относились с пониманием к тому, что дети делают. Потому что программа школьная-то одно, а дополнительное образование требует иногда чего-то другого. Дополнительного времени. Дополнительного времени, да. Может быть, где-то что-то в школе не так получается. Тогда, ну, с пониманием отнестись, потерпеть, проявить терпение, и все получится. А вдруг будущая звезда растет? И чтобы потом гордились. Конечно. Футболист или певец. Воспитали. Правда. Здорово. Спасибо вам большое. Что ж, я думаю, сейчас будете волноваться и переживать смотреть на выступления своих воспитанников. Потому что это всегда трогательно. Ну, а воспитанники совсем скоро появятся здесь. И поговорим и про танцы, и про музыку. Ну, а вам, дорогие друзья, сейчас будет задан вопрос, который принесет вам пригласительный билет на выступление Quest Pistols Show. С недавних пор коллектив называется именно так. Так вот, если вдруг вы поклонник, фанат, горите желанием сходить в Максимилиан с 17 июня, то предлагаю ответить на простой вопрос. В каком же году образовался коллектив Quest Pistols? Тогда он назывался именно так. Звоните. 202-11-22. Ну, а мы с вами встречаемся через пару минут. Новый вид футбольной тренировки или веселых стартов – фут-боулинг. Вместо дорожки и шара здесь стадион и мяч, да и кегли отличаются габаритами. В программе детских соревнований – футбольные эстафеты, викторины на тему самой популярной в мире спортивной игры, конкурс капитанов и болельщиков. В борьбу за звание самого спортивного коллектива включились ученики трех самарских школ – поклонники футбола. Веселый и классный. В нем можно все время выигрывать. Там можно называть кубки, награды. Если ты будешь долго играть в футбол, то ты сильно тренируешься. Если ты плохо играл, то ты будешь очень хорошо играть. «Не дня без футбола» – так назвали новый самарский проект, посвященный подготовке к проведению чемпионата мира в 2018 году. На 32 спортивных площадках школьники будут приобщаться к массовому спорту. В июне младшие классы из пришкольных лагерей, в сентябре старшеклассники. Проводим вот такие спортивные праздники. Приобщают тем самым детей, во-первых, к спорту, естественно, популяризируют футбол. Ну и рассказывают, что такое чемпионат мира по футболу. Футбол для Самары – это, как говорится, один из самых главных видов спорта. Тем более, команда наших крылья советов вышла в премьер-лигу. Ребята уже ждут, когда Самару накроют в мировой спортивный праздник. И все единодушно готовятся болеть за сборную России. Ну что, продолжаем наш эфир, продолжаем творческую жизнь бригантины. Вам озвучивать, показывать, рассказывать самарские таланты в нашей студии. И, друзья, я еще раз хочу вам напомнить вопрос. Мы разыгрываем пригласительный билет на концерт группы Quest Pistols Show. Если есть желание сходить зажечь, потанцевать, а с недавних пор коллектив на танцы делает очень большой упор, я думаю, что как раз-таки сейчас такая возможность у вас есть. В каком же году образовалась группа Quest Pistols? Звоните. 202-11-22. Ну, а ежели говорить про танцы, то вот в подростковом клубе есть еще и замечательный танцевальный коллектив «Грация». Грациозные, красивые, длинноволосые девушки в нашей студии. Давайте знакомиться. Алина Ермакова, здравствуйте. Здравствуйте. Кристина Ермакова, здравствуйте. Мария Есеникова, здравствуйте. И Екатерина Степанова, привет. Ну что, я так понимаю, танцы для вас – это все. Вот, Маш, хочу у тебя спросить, как давно ты занимаешься танцами? Ну, приблизительно танцами я занимаюсь с самого маленького возраста. Просто меня тянет на физические все упражнения, движения. И, знаете, это получается как адреналин. Есть у людей адреналин, которые, например, берут, спрыгивают. И у них это вырабатывается. С моста. Да. А мы выходим на сцену, и все, вот это вот волнение, куча зрителей, все эти камеры на тебя, ну, фотографируют, свет падает, и это адреналин. А когда у тебя уже получается все, ты выходишь со спокойной ушей. Фух, все получилось. А потом несколько времени проходит, и опять еще бы, да? Да, это безумно просто. В одно выступление у нас бывает, ну, в один концерт бывает по 6-7 выступлений. Вот исключительно последняя танцевальная волна, где у нас, ну, были объединения с группами другими, с маленькими девочками. Например, чирлидинг. Мы объединили маленьких девочек, так как там есть поддержки больших девчонок, ну, трудно подкидывать. Взяли маленьких, также их приобщили к чирданс-шоу, получается у нас программа такая. И мне кажется, получился просто отличный танец. Очень много эмоций именно там, потому что там идут очень сложные движения, которые, ну, простому человеку не повторить. Вот так вот, поняли? Простому человеку не повторить. А вот вы приходите, посмотрите, что же там девчонки как зажигают. Напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните нам, у нас по-прежнему открыт вопрос про группу Quest Pistols. Вот сестры Ермаковы, я так понимаю, все-таки сестры же, да? Алина, Кристина, вы как давно занимаетесь танцами? Танцами мы занимаемся уже 8 лет. Изначально мы были не в Бригантине, а в другом объединении занимались. Но все же это, все же мы как бы не бросили и перешли в группу, а тут мы уже все сроднились. И получается, что на сцене мы уже не можем без друга, друг без друга, мы чувствуем себя. И когда что-то у нас не получается, то мы не, когда у нас что-то не получается, мы не расстраиваемся, а идем дальше. Вот можно сказать, например, Кристина, что вы прям пашите, пашите перед выступлением, репетируете, репетируете? Ну, это вообще когда как бывает. Вот недавно было выступление, там вот подкидывали друг друга, вот это вот тогда я очень сильно боялась. Боялась, что прилетит пяткой в нос от кого-нибудь? Нет, что меня это, когда подкидывали. Не поймают? Да. Такое может быть, девочки. Коварные вы, нет? Или дружите все-таки? Ну, разные моменты бывают. Ага, так, это интересно. Это же все-таки, чтобы сделать, например, обычный стан, да, это же нужно сколько иметь физических мышц накачанных. Именно поэтому мы тренируемся очень плотно-плотно, тренируемся, тренируемся, и потом только мы что-то пробуем. Ну, а есть некоторые халтурщицы иногда. Ага. Вот, я думаю, надеюсь, Катя к халтурщицам не относишься? Нет. Работаешь? Конечно. Трудишься? Да, наша группа, она у нас отличается. Особой работоспособностью и ответственностью. Мне кажется, вам нужно, может быть, в каком-нибудь селе проекте участвовать? Не думали об этом чуть позже, как? Может быть. Жизнь свою, станциями дальнейшая пытаетесь, уже думаете об этом, хотите связать? Да. Будете танцевать дальше? Да. А есть такой момент, что вы будете вместе продолжать это делать? Или все-таки разбредетесь каждый по своим коллективам? Будем, наверное, приезжать, собираться каждый. Танцевать все вместе. Ну, лучше вместе. Как раньше. Так, мы с первого класса вместе, да? Практически. Друзья, ну, у нас есть, кстати, фотографии, которые девушки также принесли к эфиру. Я предлагаю посмотреть. Вот как раз-таки чирлидинг. Кто был инициатором чирлидинга, как говорится, развивать у вас в объединении? Ну, наш директор нашего подразделения, Наталья Юрьевна, она нам дала, так сказать, эти азы, нас в это втянуло, рассказала нам это. И мы просто, о, круто! А вы знаете, да, что, допустим, в каких-то странах, там, Америка, других европейских государствах, чирлидерши – это девочки самые красивые, самые-самые отличницы, самые такие… В школе обязательно есть спортивная команда, а чирлидерши – это вот элита такая. Вы знали ли вы об этом и как вы к этому относитесь? Маш, есть какие смыслы? Ну, это наоборот же хорошо, когда о тебе думают так хорошо. И являешься ты таким. Что за конкурс, где вы выступали? Получили какие-то медали? Что за ассоциация чирлидинга? Вы туда уже вступили? Чирлидинг, вот мы ездили, ну, можно, может быть, месяца два назад мы ездили туда. Планета Чир проводилась, если я не ошибаюсь, в городе Талиати. Угу. Вот. Мы первый раз там были, первый самый раз. Страшно было? Это очень волнительно, потому что там были команды, которые уже, ну, очень много было выступлений, которые уже ездят по другим городам, а мы первый раз, и мы волнуемся, не можем, как маленькие девочки. Но в итоге я считаю, что наше выступление для первого раза было очень отличным. Ну, что-то заняли какие-то места? Да, мы заняли призовое первое место. Неожиданно так. Да. Ну, мы очень волновались. Были, конечно, какие-то поблажки, там, это, это, но мы все доработали и выступили уже на нашем фестивале «Танцевальная волна». Просто отлично. Вот хочу спросить, Катя, есть ли у вас какой-то режим, я не знаю, не едите сладкое, после шести не кушайте? Какую форму держите? Ну, как бы стараемся, чтобы поддерживать себя в форме и быть красивыми, тем более подготовка к лету. Угу, то есть, ну, я понимаю, что практически каждый день, да, тренируетесь? Или все-таки несколько раз в неделю? Ну, три раза в неделю. Три раза в неделю. По два часа, да. Угу, этого достаточно, чтобы летом можно было в купальнике прощеголять по пляжу. Да, это достаточно. Понятно. Хорошо. Вот вы говорили про фестиваль «Танцевальная волна». Давайте посмотрим. И эти фотографии тоже, они очень яркие, тоже интересные. И, собственно, я это понимаю, в этом фестивале принимают участие абсолютно разные, да, возраст ваших воспитанников из вашего клуба? Да, начиная с шести лет у нас есть маленькие детишки, которые выступают. И меньше. И меньше. Которые еще ходят в садик. Которые в садик ходят. Еще в садике, да. А бывает так, что, допустим, на ваши какие-то репетиции малышня приходит и смотрит на вас? Да, у нас получается то, что мы сменяем друг друга. У нас идет, начиная с двух часов, у нас идут тренировки, именно танцы, и заканчиваются восемь часов, да. И вот так вот получается то, что приходят детишки помладше, а мы как раз, например, танцуем, а они здорово. Или когда тренировки идут, у нас же посложнее тренировки, мы постарше, и они, вот, мы скоро так же будем. Уже кто-то просится в коллектив. Алин, есть такие, кто подходит и говорит, возьмите нас? У вас есть какой-то кастинг, вы отбираете какой-то, не знаю, отбор коллектива именно в ваш, в Грацию? Вообще, как бы, нет, но когда к нам кто-то приходит, мы стараемся принять этого человека и продолжать с ним занятия. Ведь каждому дан шанс, чтобы побывать на сцене и почувствовать тот экстрим, который мы чувствуем. На вопрос, да. Мы проводим его до того же уровня, на котором мы сейчас. Берете шефство над ним, то есть получается. Ну, просто мы помогаем, как морально, физически подтягиваем к себе. Ну, а вот вообще, я так понимаю, каждый из вас уже не один год занимается танцами, и я хотела спросить, вот, мальчики-то есть у вас в танцевальном мире? Раньше были. А где, куда дели? Все там на разные кружки, авиамодельные, суда, и по футболу. Мне кажется, они просто физических нагрузок не выдерживают. Такое может быть? Такое тоже может быть. Мальчики, давайте сюда срочно нужны хорошие, мне кажется, физически подготовленные ребята подкидывать девчонок. Какая прекрасная, мне кажется, вообще перспектива. Подкидывать и главное ловить, да? Да, главное ловить. Чтобы обязательно было без травм. Ну, ближайшие выступления какие у вас? Или вы на каникулы уходите? Ближайшие выступления, ну, наверное, будут только, да, мы уходим на каникулы в сентябре. Или в конце августа. Да, в конце августа еще. Понятно. Этим летом вы как-то будете, я не знаю, каждая не забрасывать тренировки, как-то заниматься? Нет, конечно. Мы просто будем ездить, мы сейчас будем ездить в лагеря и также будем со своим коллективом. То есть будут также другие дети и наш коллектив. А там уж без зарядки с утра, без тренировочки большой не обойдется. Вот так вот, девочки. Берите пример. Грация, она и, в общем-то, здесь у нас тоже Грация. Спасибо вам, девчонки, за то, что пришли, рассказали все. К сожалению, не показали, но я думаю, это мы как-нибудь обязательно исправим. Ну, а вам хочется, друзья мои, задать еще один вопрос, потому что на кону у нас пригласительные билеты в театр. Также есть театр Самарская площадь. Приглашает вас на спектакль «Семейный портрет с посторонним». Давайте посмотрим на экран. Увидим мы сейчас кадр из какого-то мультика. Если вы узнали, что это за мультик, звоните. 202-11-22. Ну, а мы здесь с вами в студии встречаемся уже через пару минут. Не переключайтесь. Номер «Тальяночка» зрителям представляют лауреаты конкурса Ксения Макеева и ее верная помощница Аля. Девушка уже три года занимается дрессировкой собак, мечтает стать профессиональным кинологом. Со своим номером прошла районный и городской этапы конкурса «Подснежник». Говорит, это все благодаря артистичности Али. Ну, она очень жизнерадостная собака, достаточно умная, понимает с полуслова. С ней очень легко находить контакт. Вообще, лучший друг и товарищ. В этом году в городском фестивале детского творчества «Подснежник» приняли участие 2000 ребят. Отборочные туры фестиваля проходили во всех районах города. В результате лауреатами стали 132 ребенка. Заключительным концертом лучшие юные артисты города выступили в Волжском Артеке. Два года назад лагерь вернулся в ведение муниципалитета. Территории и оборудование были в заброшенном состоянии. «Лагерь был обесточен, в него попала молния. Полностью сгорели все электроподводящие пути. В лагере больше 30 лет не менялись подушки, простыни, одеяла». За пару лет здесь заменили весь инвентарь, восстановили электричество, построили туалеты, две спортивные площадки, новый корпус. Насколько качественно выполнены работы, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. «Нам были показаны новые корпусы, условия для гигиенических процедур. Я считаю, что очень современно все построено. Конечно, нужно еще вкладывать и вкладывать сюда ресурсы. От развития детей зависит будущее страны. Я придерживаюсь такого же абсолютно подхода в своей работе. И вся администрация будет настроена на то, чтобы максимально оказывать содействие нашим детям в отдыхе, в развитии, в образовании». Благоустройство территории лагеря продолжится. Здесь также запланировано строительство бассейна. Таиланд, скорее всего. Этим летом у меня новая работа, поэтому никуда не поедем. Только с пятницы по воскресенье на дачу. Странно, не желаю, а лучше в Самарской области отдыха нигде не видел еще. Дома, дома отдыхать. Мы пенсионеры уже, нам в общем-то, мы не очень сейчас много работаем. Этим летом никуда. У нас у нас цены свазы, поэтому мы никуда не едем. Отдыхать как будете? Отдыхать дома будем. Ремонт. Весь мой отдых. Очень активный. Планируем? В Таиланд или в Европу? Такой выбор. Ну, то, что ты там не была. Я никуда. Ну, дальше в Самарской области точно. У меня диплом, у меня ребенок и прочие-прочие радости. А в области где можно? Ну, в области, ну, в основном в лес или на поляну Грушинскую или вот подобные места. Ну, я, наверное, опять не смогу поехать, куда хочется. Куда хочется? В Грецию хочется. А денег не хватает. Поэтому будем ходить на Волгу. Ехать только зимой. Лето у нас хорошо. Ну что, продолжается наш прямой эфир. Телефон студии 202-11-22. Давайте принимать телефон и звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Ирина. У меня сразу к вам вопрос. На какой же концерт или спектакль вы хотите сходить? У нас потому что уже два вопроса было озвучено. Что выбираем? Я бы хотела в театр сходить. Театр. Это хорошо. Итак, театр Самарская площадь приглашает вас на спектакль «Семейный портрет с посторонним». Наверняка угадали мультик даже вот издалека. Понятно и видно, что же это за мультик. Я думаю, это каникулы не совсем. Ну, это не надо думать. Это правильный ответ. Отправляйтесь в театр. И я скажу вам, когда 11 июня приглашаем вас на спектакль. С кем-нибудь обязательно родным, близким сходите, отдохните. Ну, а если возвращаться еще к розыгрышам, у нас есть пригласительные билеты на концерт «Квест Пистолс» шоу. Теперь так они называются. 17 июня Максимилинс Баварский ресторан вас приглашает на концерт, на эту шоу-программу. В каком же году образовалась группа «Квест Пистолс»? Давайте, если знаете, можно предположить, я думаю, что не будет проигравших у нас в этой ситуации. Звоните, что-нибудь придумаем. Ну, а раз у нас сегодня мы говорим о самарских юных талантах, о талантах подросткового клуба «Бригантина», про руководителей и, в общем-то, структуру поговорили, про танцы и чирлидинг поговорили, осталось только про вокалистов, да и песню спеть в конце нашей программы. Почему нет? Давайте знакомиться с вокалистами, с участницами квартета «Гармония». Итак, с нами здесь Ксения Герман, здравствуйте. Здравствуйте. У нас также здесь есть Елизавета Горячева, здравствуйте. Татьяна Половинкина, здравствуйте. И Анастасия Янзина, здравствуйте. Вы, я так понимаю, поющие все? Да. Танцующие ли? Да. Ага, тут они поют и танцуют. Отлично. Ну, давайте по порядку. Ксюша, давай с тебя начнем. Как давно ты занимаешься музыкой и почему все-таки решила большую часть своего времени посвятить вокалу? Ну, вообще, свое музыкальное развитие я начала с четырех лет. Я ходила в музыкальную школу, там я пела в хоре, но когда я закончила школу, мне стало мало этого. Я пела дома, на улице, меня никто не мог остановить. И тут я решила пойти в Бригантину. Сейчас я хожу уже пять лет, и я просто не могу представить свою жизнь без пения. Ну, можешь ты сказать, что какой-то твой уровень вокальный поднялся? Да. Сама себя хвалишь или ругаешь? Критикуешь себя? Да, критикую, да. Понятно. Ладно. У нас есть, кстати, телефонный звонок, давайте принимать, а потом далее познакомимся с нашими девчонками. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, что же за ответ вы нам приготовили на вопрос про группу Quest Pistols? Она основана на Украине в 2007 году. Правильно. Спасибо вам большое за звонок. Отправляйтесь на концерт, танцуйте, веселитесь. Двигаемся дальше. У нас здесь девочки, поющие, выяснили мы, что еще и танцующие. Елизавета Горячева, ты у нас большой артист уже? Как давно? Ну, можно сказать, что большой. Я уже около пяти лет пою в Бригантине. Также еще с раннего возраста начала упорно заниматься музыкой. Играешь на чем-то? Нет, не играю, но я танцую и пою. Не могу представить свою жизнь без музыки, а также без клуба Бригантина. Я там провожу все свое свободное время и большую часть своего времени пытаюсь уделять именно пению. Ну, а есть ли любимые какие-то музыканты у тебя? На кого равняешься? Может быть, вокалисты мировые какие-то известные? Ну, мне нравится Лара Фабиан. И многие вокалисты мне нравятся. Я пытаюсь от каждого вокалиста взять что-то свое и также добавить от себя что-то, чтобы как бы... В общем, получилась сама я. Это хорошо. Самое главное равняться, но быть собой. Двигаемся дальше. Таня Половинкина у нас есть. Таня, как давно ты занимаешься музыкой? Вокалом я также занимаюсь пять лет даже больше. Ну, все началось с того, что я пошла в музыкальную школу на класс фортепьяного отдела. Там мне очень понравилось. То есть ты играешь, да, на инструменте? Да. Я решила себя развивать еще как вокалистка. Все свободное время в основном я провожу именно в Ригантине, посвящая его пению. То есть человек играет сам себе, поет и пританцовывает. Отличный выбор. Ну и двигаемся дальше. Настя у нас здесь есть. Настя, ты как вообще видишь себя, будучи суперзвездой? Ну, связать свою жизнь с пением я, конечно, бы хотела. Но сейчас очень мне сложно определиться в будущей профессии. И, ну, я не знаю. Поешь часто поешь? Я пою очень много. А какую больше музыку? Иностранную, русскую? На кого равняешься? Иностранную я люблю петь сама. А в Ригантине мы обычно поем квартетом. И мы поем только русскую. Ну что ж, друзья, есть у нас возможность сейчас услышать композицию в исполнении квартета «Гармония». Наслаждаемся. Перед боем тихие, теплые вечера И покрыт тревожною сон тишиной У вчерашних мальчиков Гимнастерки новые И письмо от мамы с собой Здесь всю ночь горела Звезда одинокая И туман прозрачный лежит у реки Здесь березы белые, травы высокие Враг не должен дальше пройти А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе С тобою мечтали мы За четыре дня до войны Полыхнули взрывы И небо обрушилось Солнца не видать Прячет дыма стена Спят березы белые, травы высокие Забрала вас, мальчики, война Отстояли родину в годы суровые Нет следов далеких дорог боевых Нужно, чтобы помнили Мы с тобою помнили Именно героев своих А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Не об этом вместе С тобою мечтали мы За четыре дня до войны А закаты алые, алые, алые Перед боем выстрелы не слышны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова